Это моя боль. Этот человек не террорист, он просто не сдержал своих чувств, а съездил в Донецк и пострелял по проклятым пукаронацистам. При этом, согласно трудовой книжке, он числится актером. Играет, например, в Белой Гвардии, борется с преступниками в сериалах, носит там погоны. Если вы молодежь не знаете, то зовут человека Михаил Пореченков. Он заслуженный артист России. И, посмотрев это видео, вам захочется сказать только одно. График у Михаила Пореченкова очень насыщенный. То битва экстрасенсов, то битва с украинцами. Сегодня за камерой, завтра за пулеметом. А ведь надо еще и солдатиков слезно поддержать. Хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете, за ваш подвиг. Это действительно подвиг. При таком графике, согласитесь, хорошо бы где-то еще и отдохнуть, пожить в родном сердце городе. Кстати, Михаил, куда бы вы хотели поехать жить? Сложная тема. Я почти каждое лето отдыхал в городе Жданове. Сейчас он называется Мариуполь. Поэтому это моя боль. Радостная новость. Михаил, Мариуполь, ну, вы бы сказали, освобожден. На самом деле, захвачен. Ну, такими, как вы. А значит, пора. Пора. Перемещаемся в ДНР. Ну, или, в крайнем случае, ЛНР. Раз, два, три. Вот оно, родимое, судя по всему, Азовское море. Вот они, бескрайние мариупольские пляжи и туристы. Похоже, что с освобожденных территорий и совсем рядом с этими дорогими пореченковыми местами он, как нам стало известно, купил себе квартирку. Так, я, конечно, не знаток Новороссии. Не бывал. Врать не буду. Но, сдается мне, что это не она. Флора какая-то не новороссийская. Совсем другие растения здесь растут. Совсем другие деревья. Да и язык явно не новороссийский. Вот, посмотрите. Тот дом, где, судя по моим данным, живет пореченков, он находится вот здесь. Здесь, я извиняюсь, неужели луганцы вот такое слово, вот это вот, понимаешь, говину потерпели бы. А написано у меня, что Михаил живет здесь. Ну, ничего не поделаешь. Здесь живет Михаил Пореченков. Мы в гостях у него. Работайте, братья. Да не может же быть. Моя вера в человечество меркнет. Михаил Пореченков живет совсем не в Луганской народной республике, а вот, судя по тем данным, которые у нас есть, вот здесь, в Испании. Представляете, вот эту квартиру, вот здесь, квартиру в этом доме, он купил в 2011 году вместе с своей женой Ольгой Пореченковой. В этом доме у него есть парковочное место. Мы даже знаем номер, номер 14. И квартира, квартира номер 9. Находится она где-то здесь, на втором этаже. Но квартира ведь она подождет, а нас ждет, ребята, кое-что получше. Ах, как я ждал этого момента. Ах, как я хотел. Именно сюда. Да. Спасибо, Пореченков, что ты не в ЛНР. Спасибо, что ты здесь. У-ху-ху. Нет. А, нет. Ой, хорошо как. Вот, у Михаила Пореченкова здесь один бассейн, а вон там второй бассейн. Ну вот, прям здесь. Ах, как хорошо. Помочить ножки здесь. Если бы я водил сюда экскурсию, я бы так сказал, товарищи, сейчас вы будете мочить ножки там, где мочил ножки тот, кто призывает мочить у коронацистов, то есть Михаила Пореченкова. Но давайте не будем задерживаться и пройдем дальше. Ни шагу назад. Держать строй. Приказа умирать не было. Гостеприимные двери апартаментов Михаила Пореченкова открыты для нас. Это подъезд. Один из подъездов того дома, где он купил себе квартиру. Давайте немножко пройдемся по нему и, может быть, Михаила Пореченкова здесь найдем. Сезон уже пляжный слегка закончился, поэтому людей маловато, но можно оценить еще раз всю атмосферу этого дома, как он выглядит. Ну, типично Луганск, согласитесь, вот эти вот ручки, вот эти вот ступеньки все из мрамора. Ну, я теперь понимаю Михаила Пореченкова. То же самое, что и в Луганске, если бы он там поселился, но только в Испании. Ну, да, давайте кого-нибудь найдем из его соседей, с ними пообщаемся. Знают они Пореченкова или нет. Слава Украине, Кремнаш. Продолжение, ты говоришь в английском? Алис, вы хотите мистера Пореченкова? Нет. Нет, 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 нет. Агента национальной безопасности Михаила Пореченкова в этом подъезде не проживает, но он живет в подъезде с соседним. Мы сейчас-то знаем доподлинно, и поскольку мы знаем, в какой он квартире живет и в каком подъезде, мы можем уверенно звонить по указанному адресу. Да, слева. Как сказать по-испански, у меня для вас бомбероль. Ты глянь, а. Не работает домофон. Соседи, алкоголики выжгли сигаретами все кнопки. Черт, ты что. Бедный Михаил, зачем ты здесь поселился? Ладно, может подождем тебя пока, пока ты не пришел с работы здесь неподалеку. Дворик у тебя нормальный, подождем тебя, Михаил. Я за своих, все нормально, поэтому я сюда приехал. Капитан, Пореченков за бортом. Как хорошо, какой прекрасный дворик. С другой стороны, да у меня, в принципе, такой же. Абсолютно. Смотрю, типичный Хабаровский, типичный. Нормальное впечатление, рабочее. Ну что ж, друзья, мы очень насыщенно и с пользой провели последние два часа. За это время Михаил Пореченков через двери своего подъезда не проходил, к сожалению. Наверное, он очень занят работой. Тяжеловато возвращаться так рано домой. Ну, не проблема, подарок, который мы хотели ему подарить, мы оставим здесь. Из рук в руки, к сожалению, не получилось. Ну, пусть он тогда ждет его на дверях его подъезда. Мы могли много титулов написать Михаилу и про его замечательные роли в различных сериалах, агентство национальной безопасности, ликвидация и других, но будем лаконичны. Михаил Пореченков для нас, прежде всего, пропагандист. И он живет здесь. А имущество его должно быть, конечно же, отобрано. Никаких, ничего не боюсь. Считаю, что люди, которые защищают свой дом, правы. Он один из творцов той самой войны, которая сейчас разворачивается на Украине, плоды которой Михаил никак не хочет пожинать. Квартиру в ЛНР он не покупает. Он покупает в Испании. Но раз так, зачем тебе, Михаил, квартира в Испании? Купи в Новороссии такую же, но в Новороссии. Вот. Но не спешите расстраиваться из-за таких, как иноагент Пореченков. Мы уже придумали, как с ними разобраться. Нам поможет простой российский депутат Госдумы Денис Майданов. Человек, признанный иностранным агентом, должен полностью быть отключен от российского информационного поля. То есть у него... То есть у него должно быть удаление его со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов. Денис Майданов предложил запретить артистам иноагентам выступать в России. Вот это хороший человек. А кто не знает, борец с Майданом Денис Майданов. Еще совсем недавно он просто пел. Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. А сейчас это уважаемый человек, депутат Госдумы. Человек, который, судя по творчеству, просто не вылезает с оккупированных, или как он их называет, освобожденных территорий. Вот, например, он выступает на дне города в Мелитополе. А вот тут Майданов признается, да я и сам из Новороссии. У меня вся родня оттуда. Слушайте, какой хороший человек. Вот он точно на родине своих близких недвижимости купил. Двигаемся к ним. По Путина в Еленю, по Майданова хотенью. Внимание. Закрываем глаза. Раз, два, три. О, получилось. Но где я? Я понимаю, что в ДНР. Но неужели я на подвале? Неужели меня заключили в застенке? Но, ребята, я же свой. Я патриот. Но позвольте. Кажется, это не Новороссия. Не Луганщина. И даже не Донеччина. Сейчас посмотрим, где мы. Волшебный телефон. Подскажи, где мы находимся. Вот это предательство. Мы, судя по геолокации, находимся в Испании. Ну, а если нужны в стране, оставляем жизнь на войне. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Майданову Денису Васильевичу. В этом доме действительно живет патриот Новороссии. Странно, да. Мне тоже странно, что он находится здесь, в Испании. Денис Майданов. Вот здесь его хоромы, здесь его апартаменты. И, конечно, нужны немножечко пруфы, что он здесь живет. И вот всегда нас выручает вот эти таблички почтовые. Смотрим, смотрим. На табличках ничего нет. Но здесь, я извиняюсь, я больше так не буду. Здесь торчит самое настоящее письмо, которое кому-то адресовано. Врать не будем. Мы уже перед съемкой посмотрели, кому он адресован. И полюбуйтесь, Наталья Майданова, жена Дениса Майданова. Она живет тоже в этом доме. Письмо кладем на место. Я понял, что я должен защищать свой дом. Дверца закрыта, но у нас есть кодовая фраза. Именем Донецкой Народной Республики откройся. Каждый раз удивляюсь, как патриоты настраивают свои двери. Здесь купается и пишет свои гениальнейшие песни Денис Майданов. Ах, как ему здесь хорошо. Но купаться, друзья мои, рано. Искупнемся когда-нибудь потом. Это я вам обещаю. Но здесь пока какая теплая вода. И прекрасные апартаменты. А вот как они выглядят сверху. Раз уж мы не в Новороссии, то давайте получше познакомимся с имуществом этого патриота. Мы надеялись, что он что-то приобрел себе на улице Моторолы. Еле на проспекте Пушилино. А вместо этого вот купленный, видимо, по ошибке дом с раздражающими видами на очередное лучезарное море. Это Испания. Муниципалитет Кастельпладжа де Орро в провинции Жирона. Здесь у Майданова была квартира площадью 117 квадратных метров. В мае он переоформил ее на жену Наталью Майданову. Видимо, чтобы не пачкаться, потому что противно же депутату из России, патриоту из Новороссии иметь хоть какое-то отношение к вот такому владению с бассейнами и террасами. Да и арестовать могут. Подкинули, потому что иначе быть не может, Майданову и вторую квартиру в этом доме. Почти 90 квадратов, терраса. И все это богатство на 650 тысяч евро. Что у нас из доказательств? Скоряне официальной декларации. Это вы не любите. А еще инстаграм. Ну, мы, конечно, давно не были на востоке Украины, но сдается нам, что там все как-то по-другому. Майданов со своей семьей любит отдыхать в теплых странах. И некоторые виды очень-очень похожи. Да что там говорить. Это они и есть на те места, где мы только что были. Я счастлив жить, работать и творить в нашей стране, в которой родился и искренне люблю. Такие вот у нас патриотичные патриоты. Один поет для Луганщини, понимаешь, другой стреляет по Донеччине, но тянет их почему-то к Испанщине. Дорогие Денис Майданов и Михаил Пореченков, мы так понимаем, у вас проблема. Вы хотели купить себе жилье в одном месте, а нечаянно по какой-то ошибке купили в другом. Ребята, не проблема. Пишите нам, звоните. Мы найдем вам хороших риэлторов, мы поможем продать ошибочно купленное жилье, а там в дальнейшем купить там, где пока еще это возможно. Правда, есть нюанс. Совсем скоро, судя по всему, эти территории вернутся в Украину, но для вас же опять это не проблема. Вы мечтаете там жить, вы, как вы часто говорите, любите и украинцев тоже. И надеетесь, что войны скоро не будет. Майданов и Пореченков в Анлов. Хоть вы негодяи, мошенники, скоты, но мы вам помочь рады. А кто больше всего вам рад помочь, это Дмитрий Низовцев, который сделал это видео о вашем имуществе. Пока, пока. Викторина в эфире. Угадайте прямо сейчас, оглянувшись вокруг меня, что в этом всем благолепии, во всем этом раю коробит сердце Михаила Пореченкова. 5 секунд на угадывание. 5, 4, 3, 2, 1. Ответ вы бы все равно не угадали. Смотрите. Желтый, синий, синий, желтый, желтый, синий. Поменяйте местами, чтобы желтый был внизу, а синий вверху. И тогда Михаил выселится из этой квартиры. Хотя вряд ли. Смотрите.